Ассаламу алейкум, рахматуллах и бабракату, братья и сёстры мусульмане, приветствую вас на канале Ислам Ворлд. Как помирить свекровь и невестку? Одна из проблем семей – неумение мужа наложивать отношения между своей матерью и женой, говоря каждое то, что более соответствует их положению, то есть неумение мужа видеть разницу между статусом матери и статусом жены. Женщины сами этого не знают, но и муж не догадывается объяснить им это. С того момента, как мать приводит в дом жену для своего сына, она начинает обращаться с ней так, будто невестка является второй женой её мужа, начинает мстить или относиться к ней как к своей рабыне, а сын не умеет объяснить матери, сказать ей «это моя жена, а не твоя конкурентка». Ты – моя мать, твой статус и положение намного выше для меня, а это – моя жена, которая равна мне. И жена тоже начинает относиться к матери мужа так, будто та вторая жена её мужа. Муж тоже не умеет разъяснить ситуацию своей жене и сказать ей «это моя мать, которая родила меня, я обязан ей, ты – моя жена, у тебя своё положение, а она – мать, и у неё своё положение». Своим неумением выстраивать отношения с ними, муж, поддерживая жену, заставляет маму переживаниями разлагаться изнутри, или, поддерживая мать, заставляет жену разлагаться изнутри. Муж должен знать, что жена никогда не станет ему матерью, а мать никогда не станет женой, у них разный возраст и разный статус. Если он объяснит им это, спор закончится. По этой причине бывает очень много разговоров, споров. Если муж будет читать матери и жене проповедь о благих нравах, когда они ошибаются, и будет показывать им пример, всё может улучшиться. Ведь Аллах даёт помощь и сопутствие. Вместо этого, когда они ошибаются, муж нередко проявляет грубость, поддерживая одну сторону – сторону матери или жены. Их разговор на этом не заканчивается, а превращается в большую смуту. Тут возникает вопрос, куда делся разум, куда делась голова, как поступал пророк, салаллаху алейхи вассалам. Посторонним людям в таких случаях муж читает проповедь, старается примирить их, как имам, а у себя дома – нет. Дома не читает проповедь и не ведёт урок по облагораживанию нравов. Пусть читает, даёт уроки. От этого и ему будет польза и домочадцам. Описывая черты пророка, салаллаху алейхи вассалам говорят, что он мог содержать вместе охотника и дичь, волка и овцу, благодаря справедливому отношению к ним. Мы не говорим мужьям содержать вместе охотника и дичь, или волка и овцу. Разве мы не можем хотя бы сделать так, чтобы мать и жена уживались вместе? Пусть Аллах дарует помощь. Подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии. Они важны для нас. Мир вам и вашему дому. Ассаламу алейкум. Субтитры создавал DimaTorzok